Сегодня издание «Телеграф» утверждает, что на саммите в Вильнюсе Германия планирует настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, поскольку действительно опасается, как и говорит Джо Байден, что этот шаг может привести к войне Альянса с Россией, а воевать в НАТО никто не хочет. Приведу цитату издания «Телеграф». Источник в Альянсе сообщил, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству, чтобы помочь Украине защитить себя в отсутствии вступления. «Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства», сообщает источник «Телеграф». Нужно время для разработки гарантий, что по сути заблокирует членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально испытывал статью 5. Я напомню, что согласно 5 статье Североатлантического договора, если любой из государств-членов НАТО станет жертвой вооруженного нападения, все остальные члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и, соответственно, будут принимать меры, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, на которую совершено нападение. И именно это накануне отмечал американский президент Джо Байден, мол, важно не допустить войну НАТО с Россией, а Украине лучше просто предоставить многолетние гарантии безопасности. А потом, когда-то, когда Украина станет идеальной, а Россия будет максимально ослабленной, тогда можно будет поговорить о членстве в НАТО. И сейчас не исключено, что именно такую позицию будет продвигать Джо Байден в Лондоне. Значит, сегодня он уже прибыл в Лондон и там встречается с королем Чарльзом и премьер-министром Риши Сунаком. Вот уже 10 июля Байден отправится на Даунинг-стрит, там он встретится с Сунаком, и представитель главы британского правительства заявил, что лидеры обсудят предстоящий саммит НАТО и Украину. Мол, Великобритания как бы идет в авангарде предоставления Украине поддержки, необходимой для успеха на поле боя, а значит, британцам есть что обсудить с Байденом. И после этого Риши Сунак и Байден вместе уже отправятся в Литву на саммит НАТО. Вместе с тем, вот здесь министр иностранных дел Франции Катрин Калана сегодня, по сути, посылает сигнал о том, что именно Франция, скорее всего, будет предлагать Украине на этом саммите НАТО. И что может включать в себя вот те гарантии безопасности, которые там будут обсуждаться на долгосрочную перспективу, послевоенные. Значит, она уверяет, что Франция готовит новые поставки военной помощи, и они будут только увеличиваться, приведут стату Катерин Каланы. Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом неотложных потребностей, высказанных Украиной. В частности, речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а также предоставлении достаточно мощных возможностей, чтобы предотвратить любые новые попытки агрессии России в будущем. Вот это вот то, что и выглядит как те самые гарантии безопасности, которые, скорее всего, нам озвучат на саммите НАТО. Да, здесь еще как бы, несмотря на отсутствие приглашения в НАТО, давайте так, здесь нужно еще один момент отметить, что есть риторика, а есть смысл. Если мы хотим просто услышать слова о том, что нас ждут в НАТО, что, кстати, может прозвучать, нам могут сказать, двери открыты, мы ждем вас, как только вот все условия будут соответствовать этому, мы сразу вас ждем. Что это меняет? Ничего по факту. Ну ничего. Мы слышим об открытых дверях уже очень долго. Но здесь нужно опять-таки понимать, что ни одна страна НАТО воевать не хочет. И Германия и США сейчас начали говорить об этом прямо. Реформы. Это понятно. Реформы нам нужно проводить. С коррупцией нам нужно очень жестко бороться. Она есть, увы. Но прямо говорят, не хотят они воевать. Пока не закончится война, пока не прекратятся территориальные споры, а именно так это воспринимается. Потому что Россия, ну не будет, пока у них там у руля Путин, отказываться от того, что она якобы аннексировала наши территории. И это типа, как они называют, их там, они внесли себе какие-то изменения в Конституцию. Вот. Поэтому здесь нужно, да, посмотреть рационально на все вещи. И несмотря на то, что у нас нет приглашения прямого плана по вступлению, на саммите все-таки состоится определенное сближение Украины и Альянса. Потому что уже 12 июля состоится первое заседание Совета, не Комиссии, а Совета Украина-НАТО, где Украина уже будет не консультироваться с НАТО, а будет иметь право в голос. Субтитры создавал DimaTorzok